О повышении эффективности аграрной отрасли Белоруссии и развитии села говорили в начале недели на Большом республиканском семинаре-совещании. Тема, безусловно, важная, ведь без продовольственной безопасности сложно говорить о безопасности национальной. Президент Александр Лукашенко в своем выступлении порекомендовал менять стили работы в аграрной отрасли и пообещал для сельхозпроизводителей диктатуру инноваций. О том, как они важны в современном сельском хозяйстве, Анна Пыш. Здесь кормят коров с колес, траншеи для хранения кормов пусты с декабря, три маза и трактор. Каждый день наматывают десятки километров, чтобы привезти обед для буренок. Новый руководитель пришел в хозяйство в ноябре. Ему только и оставалось, что констатировать. Закрома полупусты и подбивать ущерб. 10 тысяч в месяц вместе с транспортными расходами. Это пятая часть от стоимости молока. Так оно и стало золотым. Вынуждены в Белшину ездить за силосом за 50 километров, а за сенажом в Бобруйский район 60 километров расстояние. На подобном комплексе корова в год должна давать 6 тысяч килограммов молока, но это по расчетам специалистов. В реальности меньше двух тысяч. Причем не класса экстра, а высшего и первого. Это совсем другие закупочные цены. Упущенная выгода эхом в зарплатах. А люди стараются, работают хорошо, оборудование отличное. Концентрированные корма хозяйству не по карману, а потому хоть чужие силы с сенажом покупают в три, дорогопитательная ценность содержимого кормушек все равно оставляет желать лучшего. При сбалансированном питании мы бы увеличили количество молока в два раза. И похоже в этом ключ к разгадке ребуса от президента. В ряде сельскохозяйственных организаций удой в среднем более 10 тонн молока. Но есть и обратные примеры, когда в отдельных хозяйствах в прошлом году не вышли даже на 1800 литров. Меньше двух тонн. 10 и 2 тонны, даже меньше. В целом в 40% молочно-товарных комплексов продуктивность ниже средней по стране. Скажем, в Могилевской области таких почти 70%. Словом, новые здания, современное оборудование не гарант успеха. И чтобы разобраться, почему так происходит, не нужно лезть в дебри технологии выращивания скота. Просто представьте, что живете в хорошо обставленной новой квартире. Но вам банально нечего есть. Абсурд так и здесь. Почему это конкретное хозяйство осталось без кормов? Эх, нечем было убирать. Единственный комбайн сломался, а новый купили только осенью. То есть первые укосы в никуда. С новым агрегатом надежды на новый сезон. В июне месяце первый укос мы уже его пустим в дело и будем уже в полном объеме готовить ксенаж. Контролеры уверены, спасение утопающего хозяйства дело рук не его одного. Со стороны районной власти, конечно, необходимо было бы создать несколько механизированных отрядов, которые бы помогали таким отстающим хозяйствам заготовке кормов. В этом году руководством района все просчитали, решили, значит, в три раза увеличить перезалужение. И этого будет достаточно, чтобы все сельскохозяйственные организации были под полной потребностью обеспечены кормами. Раскошеливаться на чужие корма осиповщскому хозяйству придется еще полтора месяца, пока скот не выйдет на пастбище. Сейчас полным ходом идет подготовка к пастивной, чтобы кормить свой главный источник доходов, а не соседние хозяйства. Производство молока у нас составляет 90% от всех доходов хозяйства. Поэтому, если мы в этом году уже не заготовим опять кормов, то, конечно, и дохода не ожидается у нас другого источника. У нас для выплаты зарплаты и приобретения запчастей у нас на сегодняшний день нет. По данным госконтроля, в конце марта 145 хозяйства закупали корма на стороне. При поручении президента иметь полуторагодовой запас Минсельхозпрод не скрывает, с этим не справилась ни одна область. И снова парадокс. Ведь в целом количество заготавливаемых кормов растет, а у ДОИ такими же темпами не увеличиваются. Значит, корма не те. На их качество влияет прежде всего хранение, курганы, бурты, термины словарного запаса 30-летней давности. Дождь, снег, влага, все туда, течет в эту яму и получается тот же гнилаж к весне. И к траншеи подойти невозможно, потому что вонь страшная. И вы кормите скотину всем этим. Вы что, этого не видите? Сеять не то и не там, хранить не то время и не в том месте, удобрять, но недостаточно. Что это, как не нарушение технологий? Из-за нарушения регламентов только в животноводстве, в целом по республике, в 2017 году недополучено около миллиарда рублей денежной выручки, что сопоставимо с половиной объема средств, необходимых в текущем году для проведения посевной кампании. Один только этот факт способен заставить задуматься, но анархии в полях, похоже, больше не будет. Вы говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет в форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. Если вы скажете, что это не рыночное, я вам скажу, ой, как рыночное, потому что государство отвечает за плодородие земли прежде всего в сельском хозяйстве. Вообще сельское хозяйство сродни математике, а работа агрария – постоянное решение уравнений, где неизвестные все время меняются. Ведь у каждой культуры есть свой порог безубыточности. Допустим, если сахарная свекла, если тебе ниже 480 центров урожай сахарной свеклы, ты будешь работать в нули. Сиди и думай, тебе надо это или не надо, или ты вырасти 520, тогда получишь свои 15-17% рентабельности. Просто люди должны сидеть, думать и считать. Верный расчет позволит больше произвести, а значит больше выручить с продажи. За прошлый год эксперт белорусских продуктов питания увеличился на 16% и достиг почти 5 миллиардов долларов. Задача ближайшего будущего – 7. Но возможно ли добрать только количеством выпускаемой продукции? Александр Лукашенко требует улучшать и качество. Давно не секрет, обеспеченные европейцы готовы переплачивать за продукты с пометкой «Эко-био-органик». Еда как статус, как мода на здоровый образ жизни. Почему бы не зарабатывать на этом? Мы еще не полностью отступили от тех позиций, которые были. У нас все-таки был продукт изначально натуральный. Потом начали применять добавки. Но мы вот эту черту еще не перешли, чтобы все основывалось на добавках. Ученые и вовсе заняты разработкой так называемых продуктов функционального назначения. Проще говоря, продуктов лекарств. К примеру, одна из белорусских фабрик уже выпускает шоколад с суточной дозой микроэлементов и витаминов, необходимых для ребенка. Но есть и то, что здорово подкосило экономику сельского хозяйства. Убыточные предприятия. И в них 360 президент видит еще одну большую проблему. Ведь все решения на бумаге приняты, механизмы реанимирования выработаны. Мои поездки по регионам и вопросы, к которым я обращался к председателям райисполкома, выявили 3-4, максимум 3-4 хозяйства в районе, которые подлежат такому контролю со стороны райисполкома. В конце года доложите результаты. Всем пора привыкнуть к мысли, что сельскохозяйственное производство – это производство, бизнес, а не социальный проект. А значит и поддерживать государство будут лишь коммерческие проекты, обреченные на успех, те, в которых окупаемость видна на горизонте 5-7 лет. Корень всех перечисленных проблем, как ни странно, в людях. Кадры решают все, но за их неимением решения часто принимают дилетанты. В прошлом году в Гомельской области руководителей поменяли в каждом третьем хозяйстве. Президент не раз говорил, готовить аграриев нужно с молоду. И опыт приходит не с пылью учебников, а с потом в полях. Сорт-дебют, это суперэлита, готов уже сразу к посеву. Он пришел в это хозяйство еще в девятом классе. Тягу к земле заметили и направили в нужное русло. Прямиком в сельхозакадемию. Пять лет платили парню стипендию, брали на практику и ждали на работу. Впереди первая в карьере дипломированного агронома-семеновода посевная. Если честно, я не хочу даже приезжать в город. Мне все устраивает. Я родился в деревне, и я хочу остаться жить в деревне. Мне все устраивает. Со школьной скамьи в хозяйство попало Ярослав. После аграрного колледжа начинающему полеводу предстоит объявить о начале весенних работ. Такая вот школа молодого агрария. По этой схеме, когда хозяйство платит стипендию своим будущим работникам, тем самым мотивируя их, сельхозпредприятие ежегодно омолаживается. Сегодня молодых специалистов здесь пятая часть. И, к слову, самая высокая урожайность в районе и третий показатель в области. Мне сильно много не нужно объяснять им, что в сельском хозяйстве сегодня работать престижно. И детям говорим, что для того, чтобы жить, мы кузнецы своего счастья. Поэтому как мы его скуем, так мы и будем жить. Словом, здесь не только учат жить, но помогут и материальным. Престиж и работа на земле должен быть чем-то подкреплен. Этого требует президент. Но задолженности по зарплате в 130 хозяйствах, докладывает генпрокурор. Типичными стали ситуации. Запас топлива на 1-2, но на местах проблем не видят. Удобрения не хватает, но говорит, что скоро подвезут. В прошлом году сельская безхозяйственность обернулась шестью десятками уголовных дел. 70% – кражи. Их, как правило, маскируют приписками. Хватит разговаривать на эти темы. Проведите контрольные проверки и проведите всех в чувство. Приватизировать хозяйство? Ну что вы, мы же хорошие. Мы работаем. Да еще как работаем? Хорошо. Никто никого не заставляет приватизировать. И не надо. Но если народное хозяйство, скажем так, государственное предприятие, то будет обеспечен контроль со стороны собственника, как сейчас модно говорить. Государство. Закупки через посредников. Работа на свой карман. Президент изъясняется максимально доступно. Почему так не стоит делать? Лучше нижним, но на свободе. Чем богатым там. Президент нацеливает каждого руководителя районов и хозяйств действовать решительно. Без революции на местах, но с должным напором. Ведь этот разговор о возможностях, упущенных, но не бесповоротно. И успехов агропрома Александр Лукашенко не уморяет. Главное, Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность. И это важнейший фактор нашей независимости. Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды, самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость и где бы мы сегодня были и перед кем стояли на коленях. А в кулуарах этого совещания говорили, конечно, о грядущей посевной производства под открытым небом, как никакое другое привязано к капризам Небесной канцелярии. Где-то две недели, как мы уже были в полях, работали, уже сеяли. Но вы знаете что, скажу, за 40 лет работы, что человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому все справимся, все сделаем и все будет вовремя. Всякие погоды были на нашем веку, но я хочу сказать, что все это зависит только от людей. Это больше на 90%. Планочку мы понимаем ежегодно и жизнь показывает, скажем, если то это делать, и убеждать, и вести за собой коллектив, это получается. Поэтому стоять на месте нельзя. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – вечно девиз аграрии. Это совещание – сильная мотивация в начале нового сезона. Словом его не назовешь бурей в стакане молока. Анна Пыш, Елена Кукшинская, Максим Вечерков. Контуры.